В Иванове выбирают лучший прогулочный участок среди детских садов города. Перед экспертной комиссией стоит непростая задача. Фантазии взрослых порой воплощаются самым неожиданным образом. Из подручных средств, фактически из мусора, появляются сказочные герои, домашние животные, автомобили и паровозы. Среди участников и детский сад номер 180 – учреждение с самой большой в городе территорией. В этом году 18 дошкольных учреждений принимают участие. Самые разные учреждения, и большие, и маленькие, и центры развития, и просто детские сады. Но каждый год мы не перестаем удивляться тем способностям, возможностям творческим, какие проявляют родители, педагоги и дети. В 180-м детском саду 12 групп малышей. Каждая группа оформила свою площадку. У одних кафе, другие обустроили зоопарк, а третьи и вовсе каждую прогулку посещают волшебную страну гномов. У нас очень интересные сюжетные постройки, красивые цветники, клумбы, спортивная площадка, автоплощадка для детей дошкольного учреждения. В качестве поддержки каждому саду выделяли 130 тысяч рублей. В этом учреждении деньги потратили на новую веранду и спортивное оборудование. В прошлом году поставили один новый навес, металлическое оборудование. В этом году будут поставлены еще 6 навесов. И 12 групп будут полностью укомплектованы навесами. Каждая группа должна иметь прогулочную площадку и навес. Должна быть дополнительная спортивная площадка, она есть у детского садика. Сейчас основная у них проблема – это опиловка переросших деревьев. Одно дерево на территории участка не спелят точно. Каждая ленточка на этой лепе символизирует детские желания. Если дерево по-настоящему волшебное, то детский сад в конкурсе обязательно победит. За лучший прогулочный участок воспитанникам обещают самокаты.